Сегодня мы с вами подключим цифровой 870-метрный индикатор к плате H3. Модуль построен на микросхеме максимум 2.19. Установим нагрекборд и подключим к плате H3. Напряжение питания цифрового индикатора 5 вольт. Окей, цифровой индикатор у нас с вами подключен. Далее переходим в варт-блок. Индикаторы, установим подключение и далее давайте отправим значения. Отображать число значения можно по сегменту. К примеру, на первом сегменте отображаем число 1. Точку отключить. Загружаем программку на плату H3. Окей, загрузуешь на и на первом сегменте индикаторе мы видим с вами число 1. Например, я пишу число 5 и выберу сегмент под номером 4. Здесь вы можете указать точку, далее загрузить. И вот это таким способом отображать ежедневное число. Например, вы можете продублировать. Отвозить число 7. Например, на третьем индикаторе здесь точку отключить и загрузить. Окей, вот отображилось второе число. Здесь также вы можете отображать целые числа. Например, мне нужно отображать восьмизначное число. Выбирать отображать восьмизначное число. Здесь можно выбирать разные позиции отображения. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте загружаем. Окей, загрузочено. И мы отобразили вот такое большое число. Если нам нужно отобразить на первой части только 4 числа, то следом здесь мы с вами отображаем правило 4, 3, 2, 1. И следом у нас число это отображается. Например, если вы будете использовать трехзначное, то выбирайте, как вам лучше отображать. Например, если будет двухзначное сначала, то следом вот так просто можно это отображать. Это сделано, чтобы можно было работать легко с переменными. Например, сейчас мы с вами сделаем счетчик и будем менять значение. Переходим в переменные и создадим переменную на пропеременные x. Кликаем ОК. Создадим переменные x, тип переменной int, и изначально значение переменной у нас будет равно значению 0. Далее к переменной мы с вами построим какое-то значение. Давайте вот так сделаем. И значение переменной отправим на сегментный индикатор. Математика. x плюс 1. Продублируем x. И добавим маленькую задержку. Направим в 100 миллисекунд. Загружаем программку. То есть так у нас отображается счетчик. Давайте немного передвинем его. Загружаем. И счетчик отображается уже здесь. Далее со левого края. Тут именно сделал так, что вы можете отображать одновременно 3 переменных. К примеру, сделать простенькие часы, где будут часы, минуты и секунды. Может быть случай, когда вам нужно отображать напряжение и ток. То следовательно, вы можете выбрать вот так отображение. Либо по краям. Бывает случай, когда нужно отображать вот так. То есть на обеих индикаторах соправа. И далее отображение, к примеру, четырех значных чисел. И отображение восьми значного числа. В этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. И удачи в разработке новых проектов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok